Итак, кризис закончился. Если кто-то вам говорит обратное, ну, в смысле, ваш начальник, не платя вам зарплату, то это значит, начальник привык на откатах сидеть, либо делать, опять же, дешевые ремонты, ну, на тех самых дебильных аукционах. Тогда меняйте своего начальника, то есть места работы, работы сейчас достаточно. Почему кризис закончился? Да все очень просто. Посмотрите, на улице 2011 год. Год выборов. Естественно, перед выборами денег у нас всегда хватает и будет хватать, и выберем мы, естественно, Единую Россию. 2012 год. Выборы президента. Ну, меня вот лично наши руководители государства более чем устраивают. Я бы вообще не президента выбрал бы, а царя. Ну, так, чтобы деньги налогоплательщиков дальше экономить. Такое было в свое время. Рюриковичей не Господь Бог нам послал, а выбрали его, призвали точнее. Потом 2014 год. Олимпиада. Ну, естественно, перед Олимпиадой, чтобы так делаться, как в 2010 и 2008 году, это неправильно. Затем еще одни выборы президента. Затем уже мандювали. То есть в футбол будем играть, как настоящие мужчины. Хотя мужчины играют в хоккей. Затем уже 2020 год. То есть работы в нашей промышленности выше крыши. Поэтому спокойно существуем, живем, тратим деньги, зарабатываем. И вот, кстати, раз кризис уж кончился, не пора ли вам подумать о замене вашей износившейся резины? И если кто-то забыл, то крупнейшая шинная сеть города – это автоград и фирменные подразделения. Причем здесь и ассортимент крупнейший, и не только авторезины, но и диска. Ну а наша бесконечная история про автомобильную резину имеет свое логическое объяснение. Новые серии в эту мыльную оперу снимаются постоянно. В смысле, каждый новый сезон на рынке появляются новинки. Вот народ у нас очень придирчивый и вдумчивый. Использует российский интернет только для того, чтобы узнать, какая резина нынче в моде. Народ придирчивый и вдумчивый также покупает различные журналы. И придирчивый и вдумчивый пытается догадаться, где все это купить в Магнитогорске. Так вот, думать особо не надо. Не едем в автоград Вианор, что на улице Северный Переход. Ну, московское продолжение, не знаю. Как-то все у нас сплылось странно. Место вы знаете, где находится, рядом с каким чистка. И вот здесь все то, о чем вы мечтали, в наличии, сегодня, без вопросов. И, честно говоря, вот даже некоторые типы резин я в глаза не видел и даже не читал. Но они есть. То есть окончательный пункт поиска определен. Ехать более за новинками никуда не надо. Если уж так случилось, что здесь нет, то благодаря хорошо развитой логистике, то есть интегрированной в склад предприятия базе данных о наличии, вам колесики привезут. Благо транспорт свой и есть. Для того, чтобы показать, что автоград Вианор всегда на позиции лидера, я вот сюда подошел. Такой резинки такой, узенькой. 275. Это вот это. Я в первый раз это все своими глазами вижу. Есть. Блин. И другая резина. 315. Ну, почти полметра ширина. Нормально, да так? Где еще можно найти, как не в автограде Вианор? Такая дивная резина ставится, кстати, на BMW X5. Машина очень популярная, и это самый продуманный спортивный кроссовер на текущее время. Для джипов же зубастая резина не проблема. Ну, а для тех, кто предпочитает разумный выбор шин и дисков на лето и на зиму, дорога в шинный центр Вианор. Ну, и что вы уже окончательно офигели от этого ассортимента? Ассортимент не вмещается на полки. Вот так автоград приготовился к лету. Полные полки летней резины. Всех марок, наименований, сортов, диаметров, типоразмеров, чего еще. Мало того, еще и на пол поставили. То есть это, ну, в общем, понятно, да? Если хороший продвинутый специалист, ну, или вообще любитель автомобиля. И вы уже точно определились, одна дорога сюда, на химчистку. Да, и еще один совет пробочникам. Пробочники – это работники металлургического комбината, променявшие тесное общение в трамвае, а затем и в чебуречке после смены с друзьями, на торчание в одиночку в консервной банке в пробках. Здесь то самое время вы проведете с большей пользой. Ну, не часто так получается, но чувство вот такой озадаченности и озабоченности, озадаченности тем, что выбрать и озабоченности содержимого своего кошелька, ну, присутствует иногда. Потому что, ну, в городе есть любимый нами автоград с его обалденным ассортиментом, и начинаешь думать, что... А, давай, новенькую, хорошенькую резинку. Кто-то может сказать, что денег нет. Вот слово кредит, оно меня немножко всегда настораживает. В кредит покупаются вещи первой необходимости. И желательно кредит оформлять на сумму, ну, не более, там, 50 тысяч рублей. Потому что остальные кредиты – это либо, ну, когда достатков хватает, и когда вы можете платить проценты бешеные, а проценты-то не маленькие. Поэтому достаточную сумму, чтобы обуть ваш автомобиль, в принципе, можно взять в кредит. Хотя, зная, сколько зарабатывает сейчас средний магнитогорец, я вам скажу, тут мелочиться-то не надо. Спокойно покупаем. Но если вы, конечно, в ипотеке, тогда другого варианта-то нету. Но, с другой стороны, вы же сами свою судьбу-то выбрали. Продолжение следует...